Приветствую вас. Давайте разберем вопрос, который вы задаете. Значит, с чего бы стоило начать? Начать бы стоило с того, чтобы спросить у вас вот это вот желание спросить своего молодого человека, да, с чем оно, это желание было связано. Я думаю, что если вы спросите себя об этом, я думаю, что если вы зададите себе этот вопрос, то вы на него сможете ответить. Я думаю, что здесь, скорее всего, у вас имеет место быть некоторый страх. Страх, например, что вас бросят. Страх, например, что вы какая-то не такая. Может быть еще что-то, может быть еще какие-то моменты у вас, вероятно, присутствуют. То есть это про определенную тревожность, про определенную какую-то вот, ну, про определенную попытку, может быть, самоутвердиться даже в чем-то. за счет этих вопросов, за счет этой информации. По сути, получая подтверждение, может быть, того, что вы о себе сами думали или думаете, вы тем самым входите в свое состояние, которое у вас всегда был. Дальше, значит, вот, не менее важно, чем вам это интересно, да, вот. И самое главное, обратите, пожалуйста, внимание, что вы подозреваете своего молодого человека в том, что он отличался плохим отношением. Это, мне кажется, очень важный момент, что вы как будто бы ждете, что молодой человек ваш на самом деле не такой хороший, что он на самом деле, ну, ну, может быть, более плохой, да, вот, он, не знаю, что-то скрывает, может быть, или он там, может быть, о чем-то не говорит вам. То есть это вот некое такое подозревание, что и вас тоже будут как-то обижать, и к вам тоже будут относиться плохо как-то и так далее. Откуда возникает подобное чувство, с чем оно связано, нужно выяснять, я могу лишь сейчас только сделать некоторое предположение относительно этого. Я могу предположить, что подобное чувство, ну, подобное ваше чувство связано с какими-то мыслями о себе, мыслями о себе не самыми приятными, мыслями о себе не самыми лучшими. Вот, например, что вы, или что вас могут, например, или, или могут, или, не знаю, должны обязательно обидеть, что вас обязательно, с вами должны обязательно как-то вот плохо поступить, вот. О чем, собственно, вы, вероятно, и транслируете своему молодому человеку. Можно ли это исправить? Да, можно это исправить, но начать смотреть только в большей степени на себя. Сейчас у меня такое ощущение, что вы пытаетесь добрать вот своей ценности, да, своей целостности, если угодно, вы пытаетесь добрать это у именно мужчины. То есть вы пытаетесь, ну, получить это у мужчины. Вот, у своего, молодого человека пытаетесь это получить. А по факту, по факту, это больше про вас, это больше про вас, это больше про вас, это больше про ваше отношение к себе, про ревность и немножечко про кто, а как другие. То есть это немножечко про сравнивание с другими людьми, себя, своих отношений, да, например. То есть это так или иначе сравнивание себя с кем-то еще. Ну, по сути, такая вот у вас достаточно высокая степень, да, такого игнорирования и избегания себя. Вот. Как-то так, как-то так. В основе, конечно, лежит неуверенность, в основе лежит какое-то обесценивание себя, в основе лежит отсутствие, отсутствие ценности своей у вас, вот. И, соответственно, как бы это вот, ну, это неприятно, безусловно, безусловно это неприятно. То есть, подобное, ну, подобное, в принципе, наверное, не может быть приятно, да. Вот. Но, как бы идея, моя идея заключается вот именно в этом, моя идея. Идея заключается именно в том, что изначально вы к себе не лучшим образом относились. И молодого человека воспринимали как, знаете, вот как, вот есть такие истории, когда молодой человек, ну, вообще, люди окружающие воспринимаются как, знаете, как что-то такое, ну, не совсем позитивное, да. Вот. А в вашем случае это вот воспринимается вами же как что-то такое сверхпозитивное. Вот. А может, могло бы быть, могло бы в принципе восприниматься и как сверхнегативное тоже. Вот. И чем ценнее молодой человек для вас становится, тем больше у вас может быть ощущение, что вы его недостойны, и вы ищете какие-то подтверждения этому. А может быть, вы боитесь отношений, боитесь близких отношений, боитесь той же свадьбы и так далее. И так далее. То есть, может быть, неосознанно как раз вы боитесь именно вот этих, ну, серьезных отношений. Как раз таки, может быть, вы боитесь именно этого. Посмотрите, я не знаю, я не знаю, поймите пожалуйста. Вот. Я не знаю, я не могу знать этого и как бы там, ну, как бы гадать, да, я не хочу, не хочу именно гадать. Вот. Мне кажется, что это, ну, все-таки, наверное, такая не лучшая история, которую вот, ну, можно было бы предполагать, да, что я вот буду там сейчас там заниматься тем, что гадать буду. Вот, например, ну, зачем это нужно. Вот. Поэтому, мне кажется, вот такой аспект и такой момент, вот это можно и нужно здесь разбирать этот момент, этот элемент нужно разбирать, как мне кажется. повторюсь. Вот. Вот. Ну, вот, наверное, в принципе, в принципе, наверное, то, что вот пока есть мне вам сказать. Есть, конечно, ну, безусловно, да, есть вот некоторые нюансы еще, которые можно было бы, и можно было бы разобрать, и можно было бы рассмотреть, но, наверное, пока этого, этого, наверное, достаточно. Вот. Ну, то есть, мне кажется, мне кажется, что пока этого было бы достаточно, вот. То есть, понятно, что есть, есть масса нюансов, вот, и в том числе, в том, как мужчина реагирует на ваши такие вот, ну, я бы сказал, вопросы, да, то есть можно реагировать по-разному, на вопросы можно реагировать таким образом, что еще больше будет вот, вот, знаете, какого-то такого, ну, сомнений, еще больше сомнений будет, вот, можно реагировать таким образом. Можно реагировать, в принципе, так, что успокоится. Поэтому. Вопрос, который у меня есть к вам, это, вот, собственно, как вам выстраивается общение, что ли, как вам выстраивается диалог, что ли, вот. Вот. То есть, насколько вот этот диалог, он, вот, ну, созвучен, я бы сказал, с вам, да, вот, и созвучен ли он вам вообще, потому что, ну, вполне может быть, что он и не созвучен вовсе. Такое тоже может, в принципе, быть, как бы это было, вот, неприятно, как бы это было, ну, комфортно и так далее. Вот. Поэтому тут нужно смотреть, нужно делать, делать, ну, тут нужно делать анализ ваших отношений, вот. Тут нужно смотреть, нужно исследовать, вот, и уже как-то дальше опираться, вот, на ту информацию, которая, ну, будет. Вот. Сейчас это, я бы сказал, что сейчас, сейчас это больше похоже, знаете, на, ну, на погадать. То есть, вот, как будто мы, знаете, как будто мы, знаете, ну, гадали просто. Вот. Вот. Мне бы этого не хотелось. Не хотелось. Вот. Тем более, что у вас скоро свадьба и, соответственно, разрушить отношения, это достаточно легко. Вот. Вот. А вот сохранить их и гармонизировать их, это послать не будет. Вот. И вопрос здесь в том, чего вы хотите. То есть, хотите ли вы сами их гармонизировать, хотите ли вы сами что-то с ними делать или нет. Вот. Я бы сказал ещё, что довольно, довольно многое зависит от того, что вы вкладываете вот в эту фразу, например, исправить. Да? Вот. То есть, ну, то есть, как именно вы это понимаете? То есть, самое что-то, ну, если вы это понимаете под такую историю, что молодому человеку нужно измениться, хотя бы, если вы понимаете это так, что измениться нужно вам, например. Это немножечко другое. То есть, тут есть и могут быть свои некоторые нюансы. Вот. Безусловно. Как мне кажется. Вот. И, соответственно, уже нужно смотреть, уже нужно более подробно это разбирать. Вот. Как мне кажется, повторюсь. Как мне кажется. Чтобы как-то и вас не травмировать, да, и чтобы молодого человека там как-то вот не обижать. Ну, лишний раз. Вот. Чтобы его, и чтобы вам было хорошо, комфортно. Вот. Насколько это возможно без, там, каких-то перегибов. без гипертрофии в этом, или в этом, или в этих направлениях. Вот. Мне кажется так. Мне кажется, вот. Плюс-плюс-минус. Плюс-плюс-минус. Я бы, наверное, ответил бы на ваш вопрос вот таким образом. Плюс-минус. Вот. Потому-что, ну, понятно, что есть нюансы. Вот. Понятно, что нужно разбирать вопрос в том, хотите ли вы это делать сейчас. Вот как-то так. Как-то вот какой-то вот такой ответ я бы мог вам дать сначала. На этом всё, пожалуй, на этом я бы закончил свой ответ. Я надеюсь, что вам это было как, ну, как минимум, это было вам интересно. Вот. Как максимум, я надеюсь, что вы решите заниматься, вот, ну, заниматься, там, к примеру, психотерапией, вот, как минимум, как максимум. Я надеюсь, что вы решите это делать. Вот. Как максимум, я надеюсь, что вы начнёте какую-то работу над собой, да, ну, как максимум. Надеюсь, надо. Потому-что мне кажется, это достаточно важным моментом. Вот. Ну, и решать в любом случае только вам этот аспект. Никто за вас это решение не примет. Вот. На этом, наверное, всё. А, что я хотел сказать пока что. Вот. Надеюсь, что вам это было интересно и полезно. Очень надеюсь, что это было вам интересно и полезно. Значит, я буду вам благодарен за обратную связь по моему ответу. Да. Позволит вам начать работу над собой, если вы хотите. Вот. Желаю вам всего, 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 всего самого доброго. Вот. Желаю вам успехов. Желаю вам, желаю вам удачи. Вот. Желаю вам счастья, радости. Желаю вам любви, гармонии. Вот. И надеюсь, что все-таки вот какое-то такое спокойствие вы обретёте. Потому что, ну, вам оно, очевидно, нужно. Ну, а также думаю, что без психолога вы этого сделать не сможете. Вот. Потому что, ну, если бы вы, если бы вы могли, вы бы, мне кажется, уже этого, уже это бы сделали. Вот. А так, поскольку, поскольку вы этого не делаете, то, соответственно, я думаю, что, скорее всего, вы не можете, ну, сами вы не можете этого сделать. Вот. Я думаю, ну, я думаю, что плюс-минус, вот, такой момент, плюс-минус вам нужно было сказать и ответить. Вот. Всего-всего вам самого доброго. Не пускайте ситуацию на самотёк, она сама не решится. Вот. Вот. И, пожалуй, вот, последнее, что хотелось бы сказать, да, это вот, ну, подумайте, может быть, о том, вот, в молодом человеке, да, вот, ну, в контексте молодого человека, что вам важно? Вот. То есть, именно, вот, в контексте мужчины, что, что вам важно? То есть, как вы, вот, ну, воспринимаете его, как вы относитесь к нему в целом? То есть, вот, что это за чувства, которые вы, например, к нему испытываете? Да. Мне кажется, это было бы весьма важно, потому что от этого можно, в принципе, отталкиваться уже. От этого можно, ну, двигаться куда-то, 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 куда-то дальше, я имею в виду. А пока что, ну, это все очень общее получилось. Такой максимально получился общий, по сути, ответ. Вот. Удачи вам! Всего самого доброго! Будем на связи! Обращайтесь! Удачи! 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 Продолжение следует...